Алина стояла, вжавшись спиной в стену и глядя на парня перед собой округлившимися глазами. Она чувствовала себя мышкой, пойманной не какой-то там кошкой, а самым настоящим тигром, да еще саблезубым. В паре метров за дверью шумел, жил своей повседневной жизнью элитный ресторан, но здесь, в подсобке, где хранились швабра и все прочее, необходимое персоналу низшего ранга, они были одни. — Но что выбираешь, Ромашкина? — спросил хозяин жизни и ухмыльнулся так, что было ясно. Он ждет положительного ответа, а отрицательный в его картине мира не имеет права на существование. — Ты сумасшедший, Волков! Я ни за что! — Хорошо! — перебил он, и насмешка из голоса пропала, скрылась под холодной сталью. — Раз тебя не интересуют такие выгоды, то как насчет благополучия твоей семьи? — Ну, — продолжал он, выдержав многозначительную паузу. — Думаешь, я такой идиот, что стал бы подходить с этим к первой встречной? — Нет, милая, я тебя изучил. — Итак, как насчет благополучия твоих близких? — Как твой брат поживает? — Уже нашел деньги, чтобы спастись? Арина подавилась воздухом. Как этот гад про это узнал? Младший брат Игорек неделю назад впервые в жизни сел за руль вне автошколы, и буквально через пару часов отцовский автомобиль врезался в крутую элитную иномарку. Владелец заявил, что страховка тут не поможет, нужна компенсация наречными и быстро. Речь шла об баснословной сумме. Семья Арины не была нищей, но и в рядах миллионеров не числилась. А тут человек он и слышать не хотел ни о чем. Только заявил, что могут хоть квартиру продавать, но деньги нужны, иначе он такие неприятности устроит. На этом фоне, как сказали врачи, из-за сильного стресса маме стало плохо сердцем. Отец сбился с ног, навещая ее в больнице и бегая по знакомым, друзьям в попытке занять денег, но... Давай без цены просто, ладно? Приподнял бровь Сергей. Ты мне услугу, и я тебе денег. Столько, сколько должен твой балбес, и еще сверху, так сказать, тебе лично, за труды. Но почему я? Вот это мне нравится, расплылся в улыбке Сергей и приблизился так, что теперь их разделяло расстояние не больше, чем дно чайной чашки. Не говоришь «нет», а уточняешь детали, сообразительное. И, конечно, ты должна знать, почему, иначе у нас ничего не получится. Мысли в голове у Алины роились, как пчелы, вырванные с ульем с привычного места обитания. Как подхваченные ураганом пташки, едва начавшие ведь гнезда. Как же все так вышло, и что ей делать? Во что она вообще вляпалась? И вляпывается. Девятнадцатилетняя Алина училась на втором курсе медвуза. Училась хорошо, и всем сердцем рвалась продолжать семейную династию. Врачами были бабушка и дедушка, прадедушка, и до этого еще не одно поколение. Из этих рядов выбился только отец, и с тех пор, как Алина начала понимать, что ей говорят, дедушка, а потом и отец ее, наставляли надо стать врачом. Потому что это благородно. Потому что многие поколения ее семьи этим занимались. И вот к окончанию школы Алина не была против этой идеи. Потому что... А почему бы и нет? Поступив на бюджет, девушка уверенно двинулась к своей профессии. И в летние каникулы не сидела, сложа руки, подрабатывала, как могла. И вот однажды увидела объявление, нужной официантки в ресторан. И казалось сперва, что ничего, на лето работа то самое. Но потом... Просто однажды за столиком сидела компания молодежи, веселая и слишком шумная. Кто-то из них схватил Алину за руку, намекая, что хочет познакомиться. Она ответила дерзко. Да ты вообще знаешь, кто я? Теоретический ухажер перешел с комплиментов на явную агрессию. Но его осадил другой парень. Рыжеволосый, кажется, главный среди них всех. Оставь ее. Что не видишь? Девочка приличная, не то что обычно. Сказал рыжий, цепким взглядом пройдясь по официантке. Ты свободна. И премия в этом месяце. Умница, репутацию заведения не роняешь. Усмехнулся он. Это был неприятный эпизод, но в суете дне я вскоре забылся. А того рыжего она еще ведет не раз. Он приходил в ресторан, но не как гость. Эй, ты не спишь? Алина пощелкала пальцами перед носом у Кати, другой официантки, которая отвлеклась от вечерней уборки столов перед закрытием смены, и глазела на Рыжеволосого, который стоял в отдалении, говорил о чем-то с директором ресторана. Нам работать вообще-то надо. Екатерина вздохнула мечтательно и неохотно вернулась к своим обязанностям. Почти каждый день сюда заглядывает. — И что? — буркнула Катя, которого волновал один вопрос. — А успеет ли она выспаться, потому что утром еще ехать на дачу? — Как что? А вдруг будет как в сказке про Золушку? — В смысле? И тогда Катя поделилась своими мыслями, что вот бывает, такие парни обращают внимание на самых обыкновенных девчонок. И привела в пример каких-то принцесс заграничных, бывших до знакомства с принцами обычными, продавщицами или кем-то там еще. — И что, этот вот, — Алина кивнула на объект обсуждения, — из королевской семьи? — Ну, можно и так сказать, — захлопала глазами Катя. — Не по происхождению, но по положению уж ничуть не хуже. Он же сын самого Волкова. — А кто это? — Россия наспросила Алина, аккуратно протирая старешницу из натурального дерева. — Мы вообще-то в его ресторане работаем, — казалось Екатерина аж возмущена такой неосведомленностью подруги. — И вообще ему еще куча ресторанов принадлежит. А еще автосалоны и... Алина покачала головой. — Да, вот ведет же кому-то багра-то жить. А кто-то радуется, если и сумели погасить задолженность по коммунальным услугам и купить всей семье обновки к зиме, теплую обувь. Катя еще говорила о том, что этот, который рыжий, он единственный главный наследник, да еще и не женатый, но есть подружка из такого же круга. — Ну и чего ты тогда глядишь? — усмехнулась Алина. — Занят твой принц. — Что, уже и помечтать нельзя. Насупилась Катя и все равно, влюбленным взглядом, проводила уходящего Сергея. Как только таким взглядом дыру ему в пиджаке не прожгла. А потом в жизни семьи Алины случилась вот эта неприятность с аварией младшего брата. И потом, буквально через несколько дней, девушку посреди ее смены выдержнул в сторону директора и сказал, чтобы срочно зашла к нему в кабинет. Катя нахмурилась. Неужели сделала что-то не так? Но, естественно, подчинилась. И очень удивилась, когда в кабинете директора не обнаружилось. Зато там был Сергей Волков. Парень сидел на углу стола, сложил руки на груди и встретил Алену задумчивым, каким-то даже подозрительным взглядом. Да и вообще он выглядел каким-то встревоженным, расстроенным. Девушка замерла. Сперва подумала, что, наверное, ему нужно тоже поговорить с директором. «Извините, я не вовремя», — сказала уже, берясь за ручку двери. «Нет, мне ты нужна», — сказал Сергей. «Итак, ты мне нужна на несколько недель». «В каком смысле?» — не поняла Алина. «Давай просто сразу обозначим правила игры, хорошо?» Сергей вздохнул, устала, зажмурился и потер переносицу. «Я плачу. Хорошо плачу, а ты делаешь, что я велю. Идет?» «Нет», — Алина почувствовала, как к лицу стало горячо. От возмущения она зарелась румянцем. «Псих!» Вообще оскорблять не собиралась, но сама сорвалась с языка, а в следующее мгновение девушка выскочила за дверь, едва не фыркая от возмущения. Вот же наглец! Нет, она не собиралась и слушать, что там этому мажору надо, потому что нормальные люди, и нормальные разговоры вот так не начинают. В ресторан как раз входили гости, и, кажется, они шли как раз за тот столик, который был закреплен за Алиной. Девушка ускорила шаг, и... Следующее мгновение ее дернуло назад. Чья-то ладонь зажала рот, и сильно руки потащили в сторону, толкнули в приоткрытую дверь. И так она очутилась в кладовке, где состоялся этот странный разговор, и был заключен очень странный договор. Оказалось, что, привыкший жить, не оглядываясь ни на кого и ни на что, Сергей Волков влип в весьма неприятную и критическую ситуацию. Дело было в том, что формально в его семье все принадлежало не ему, не его матери и не его отцу, а его дедушке. И это был весьма суровый человек, с определенными принципами, который требовал от своих родных соблюдения определенных правил. Недавно ему исполнилось 60 лет, и он решил, что хочет уйти на покой, то есть передать управление бизнесом. И не просто передать управление, но, по сути, отдать этот бизнес насовсем. А вот только была одна проблема. Помимо отца Сергея, у этого дедушки был еще один сын, рожден над другой женщиной. И вот теперь дедушка Дмитрий размышлял о том, а кому, собственно, все богатство достанется. Тот второй и старший сын был человеком, как сам Дмитрий, богатый, но вел скромный образ жизни, много времени проводил в путешествиях, знакомился с культурами и странами мира, занимался благотворительностью. Дмитрий твердо решил, этот человек получит минимум половину его состояния. А вот другой сын. Ну, к отцу Сергея были кое-какие претензии, но еще все было терпимо. А вот сам внук... В общем, Дмитрий был недоволен тем, как вел себя Сергей. И нужно было срочно спасать репутацию, но как, чтобы вот так быстро? Тогда у Сергея и родился гениальный план. Что может быть красивее, чем история любви? Тем более... Дмитрий в свое время, когда был еще не миллионером, а профессорским сыном, пошел всем наперекор и женился на обыкновенной девушке, доярке из колхоза. Скандал был грандиозный. Он развелся с первой женой, и все прошло легко, потому что она его тоже особо не любила. И женился тогда на этой деревенской девушке, с которой жил до сих пор. Сергей и решил, что его роман с простой девчонкой, официанткой обычной придется дедушке, по вкусу. Когда же Алина спросила, почему Сергей выбрал именно ее, он все детально объяснил. — Честный детектив, он хорошо поработал, — сказал парень, не обращая внимания на то, как опасно сузились глаза Алины. Сергей продолжал, отметив, что у Алины в прошлом нет вереницы романов, что у нее нет вредных привычек. Она из семьи врачей, она вся такая правильная и даже любит ретро-музыку и ретро-фильмы. В общем, интеллигентная девушка, просто идеал. — Но что и как долго я должна быть твоей девушкой? Я же сказал, каких-то несколько недель, а потом мы расстанемся. Это нормально, что люди не подошли друг к другу. Думаю, такого моего романа будет достаточно для того, чтобы дедушка перестал считать меня полным неудачником. — Ты всерьез думаешь, что то, что ты завел роман с официанткой, может его заставить переменить решение о том, кому оставлять семейный бизнес? — скептически спросила Алина. — Только этого, конечно, было бы недостаточно, — пожал плечами Сергей. Но вода камень точит, — слышала поговорку. — Отберю личную жизнь, оставлю ночные клубы, может, пойду в волонтеры. — Это отвратительно. Алина отвела взгляд. — Извини, в том смысле, что этот весь обман? — Думаешь, я настолько ужасный человек? Сергей склонил голову, вздохнул. — Просто я не хочу, чтобы дедуля действовал на эмоциях. Хочу его немного порадовать. А ты? — Ну, врешь немножко, но ведь ничего страшного не совершаешь, верно? — Ох, не нравилась ей вся эта затея. А вот только... Да, Алина чувствовала себя отвратительно, но понимала, что ее непростой выбор может решить для ее семьи столько проблем. Поэтому она ответила — согласием. — Отлично. Тогда вперед. Сергей, выведя ее из кладовки, ухватил ее за руку и решительно повлек за собой к тому столику, где сидели новые гости. — Ты чего? — не поняла Алина. — Мои дедушка и бабушка. Бросил на ходу Сергей. Не подведи. Алина едва не упала, не потеряла сознание и не завизжала от паники. Да, она согласилась, но не ожидала, что события будут развиваться так стремительно. Сережа, пожилая женщина, бабушка Света, улыбнулась тепло в ногу и удивленно посмотрела на официантку, стоящую явно слишком близко к ее наследнику. — Хорошо, что ты здесь. Мы как раз собирались тебе звонить. Вечером собираемся в театр. Дедушка, сцепив пальцы под подбородком, ни слова не сказал. Он просто смотрел. — Здрасте, — выдавила вместе с улыбкой Алина, чувствуя себя персонажем малобюджетной голливудской комедии. У соседнего столика остановилась Катя. Она принесла клиенту заказ морковной фреши-пудинг из батата. — Бабушка, дедушка, — сказал Сергей. — Познакомьтесь, это Алина, моя любимая. — Катя, у которой и так глаза были круглые, что бьются, издала какой-то изумленно шокированный звук и, видимо, не в силах отвести взгляд от коллеги, неловко опрокинула на клиента его заказ. Раздался возмущенный вопль. Пудинг был горячим. Алина снова улыбнулась, очень желая провалиться прямо сейчас сквозь паркетный пол и землю. — Ох, Сережа, — бабушка всплеснула руками, — и ты молчал. Да что же! Но здравствуй! Не думала, что увижу когда-нибудь девушку, которая сумеет исправить нашего обормота. Чтобы он сказал это заветное слово, любимая. — Присаживайся, милая, значит, тебя зовут Алина. Какое редкое красивое имя! — Интересно, — сказал дедушка. Он сменил положение. Сложив руки на столе, пристально глянул на внука и Алину. — Значит, у тебя изменился вкус? Неожиданно признаюсь, но к лучшему. Вы тут познакомились? — Дима, — укоризненно бросила ему бабушка. — Ну что ты ее смущаешь? Видишь же, девушка боится тебя уже. — А ты не бойся, милая, он у нас только с виду, как волк, а так милейший человек. — Посмотрим. — Строго сказал дедушка. Они поговорили немного. Сергей оказался талантлив, в том плане, что врал. Алина слушала его, надеясь, что выражение лица у нее не слишком изумленное. А то, вероятно, можно было бы догадаться легко об обмане. Легенда была такой. Сергей влюбился в нее с первого взгляда, но Алина была не такой, не готова была сразу поддаться на его ухаживание. И вот буквально до последнего дня настаивала на том, чтобы сохранить их отношения в тайне, чтобы продолжать работать на своей скромной работе. Бабушка ухала, качала головой, похоже, уже была под большим впечатлением. Дедушка глядел внимательно, будто был экстрасенсом и прямо сейчас читал истинные помыслы, настроение сердца подруги своего внука. — А как мило развали твою дедушку и прадедушку? Просто фамилия кажется знакомой. Неожиданно спросил Дмитрий. Алина ответила. — Занятно, протянул Дмитрий. Они поговорили еще немного. Потом родственники Сергея сказали, что им пора. Еще много планов на сегодня. — Давай, иди пиши заявление по собственному, — сказал Сергей. — Но... — Никаких но, — прошипел он. — Теперь, когда игра началась, ты не можешь и дальше работать официанткой. — Ты о чем вообще волнуешься? Я все оплачу, не волнуйся. — Кстати, послезавтра будешь мне нужна. Будем знакомиться с моими родителями. Большой семейный обед и все такое. — Ой, — пискнула Алина, отчаянно сожалея о том, что нельзя запрыгнуть в машину времени и отмотать все до момента, когда она только так опрометчиво согласилась на эту авантюру. Наконец Сергей отпустил ее. Похоже, он уже чего-то наговорил директору ресторана, потому что тот не был удивлен, когда Алина пришла писать заявление на увольнение. Вернувшись домой, Алина, естественно, ничего не сказала своим родителям, только призналась, что уволилась, потому что стали ставить очень неудобный график. А потом… Ей казалось, что она как спит, еда казалась безвкусной. Утром проснулась и разбита, и вообще было так неуютно. Алина вообще не привыкла врать, и вся эта история… Держалась девушка в основном потому, что знала, скоро все это закончится, и у нее будут деньги, чтобы спасти брата. Сергей сказал, что половину обещанной суммы отдаст уже буквально на днях… А потом вдруг ей позвонил Дмитрий и сказал, что ждет ее в офисе фирмы, потому что им нужно поговорить, а у него как раз есть окошко по времени, между двумя совещаниями. Алина не представляла, что может быть нужно дедушке Сергея, но… предчувствие было каким-то нехорошим. — Присаживайся, — указал он ей на кресло напротив своего стола, когда она вошла в его кабинет гендиректора. — Итак… — Прежде всего я хочу сказать, что ко лже отношусь строго отрицательно. — Нет, ты сиди, сиди. Алина, как мышка испуганная, сжалась. Она хотела было начать извиняться и объясняться, но… Сникла под строгим, будто призывающим к молчанию взглядом Дмитрия, и он заговорил. Оказалось, что ему сразу показалось это подозрительным, потому что Алина не принадлежала к типажу девушек, с которыми обыкновенно встречался его внук. И поскольку Дмитрий годами привык держать жизнь своего семейства под пристальным контролем, ему не составило труда узнать, что с последней своей девушкой Сергей даже не расставался. Он просто отправил ее на острова на пару недель, велев не звонить и не писать ему, не общаться с их общими друзьями. Эта девушка, кстати, была возмущена таким отношением к себе. — И тут, представляешь, совпадение, — улыбнулся едва заметно Дмитрий. — Я узнаю, что один из моих менеджеров недавно влетел в машину какого-то бедного паренька и трясел целую семья астрономическую сумму. И фамилия у этого паренька такая запоминающаяся. Ромашкин, прямо как у тебя. В общем, я начал кое-что подозревать. Дмитрий замолчал. — Может быть, все-таки чай или кофе? — Спасибо, — прошептала Алина. — Боюсь, я просто не смогу ничего выпить. — А я ведь ничего страшного для тебя не сказал, — вздохнул Дмитрий. — И в кого ты такая пугливая? — Уж точно не в своего дедушку. — Вы знали моего дедушку? — скинула взгляд Алина. Оказалось, что да, в свое время ее дедушка, знаменитый врач, лечил Дмитрия, и не просто лечил, но и спас его после того, как Дмитрий сломал спину, упав на горнолыжной трассе. — Он был великим человеком, — Дмитрий пристально смотрел на Алину. — И что бы он сказал о поведении своей внучки? — Нет, ты зря плачешь, девочка. — Хотя бы потому, что с визами ничего не исправить. — Дедушка, он бы меня простил. — Нет, — покачал головой Дмитрий, — ты знал его совсем недолго, ребенком, а я годами. Он был мудрым человеком. Он бы понял тебя. Не одобрил бы, но понял. А потом бы сказал, что такой обман не выход, и нужно решать проблему иначе. Тем более, что ты решилась на это даже не ради себя, не ради отца или матери, а ради брата, который, ты ведь знаешь, сам превысил скорость, допустил ошибку на повороте. Но твоего дедушки больше нет на свете, а я в память о нем. Ты не должна больше играть эту роль. Но этого брат не пострадает никаким образом. Я сказал тому человеку отказаться от претензий. Алина сидела в шоке. Почему? Зачем Дмитрий сделал все это для нее? Нет, он объяснил причину, и все равно это было так неожиданно. Я не знаю, не знаю, как вас благодарить, спасибо. А помнишь, я совсем малявкой была, как говорил твой дедушка, с доброй усмешкой спросил Дмитрий. Не словом, а делом нужно платить. Так что вступай и забудь об этой истории. И о моем внуке. Он не стоит тебя, даже если бы и правда сказал, что любит. Алина, вновь поблагодарив, уже собиралась уходить, но задержалась. Я понимаю, что это не мое дело, но вы теперь не передадите Сергею и его отцу бизнес. Это действительно не твое дело, погрозил пальцем Дмитрий. И как все будет, я решу позже. А ты иди уже. И доучись. Продолжай дело своего дедушки достойно. Это все. Приглашение на свадьбу моего сына. Неотъемлемая часть нашего совместного труда, Антон Петрович. Не смейтесь, не отказывайтесь. Ваше присутствие важно для меня. Пожалуйста, примите приглашение и передайте супруге. Адрес и время мероприятия указаны в приглашении, которое сейчас в ваших руках. Считайте это не просто приглашением, а знаком уважения и признательности к нашему сотрудничеству. Ольга Платоновна была измождена. Неспокойные ночи ее вымотали. Организация свадьбы привела ее к истощению. Выбор сына не порадовал ее. Регина не соответствовала ее ожиданиям, как будущая невестка. Но это мелочи. Позже будет время разобраться. Важнее сейчас что-то другое. Свадьба. Все для того, чтобы осуществить свою заветную мечту. Провести свадьбу так, чтобы на ней присутствовали влиятельные и богатые гости, вот задача. Элита города должна быть на торжестве. Иначе ни в какую. Ольга Платоновна нацелилась на выполнение своих амбициозных задумок, стремясь достичь тайной цели, о которой знала только она одна. Для этого ей пришлось задействовать все свои прежние контакты и связи, а также совершить колоссальные усилия, чтобы завести новых, через которых можно было бы подойти к нужным людям и вручить им заветный конверт с приглашением на свадьбу. Очевидно, затраты были огромными, самый изысканный ресторан, дорогое меню, ведущий высшего уровня, а не просто какая-то тамада. И, конечно же, все прочие атрибуты, которые приняты на таких мероприятиях. Молодые прибыли к Ольге Платоновне за несколько дней до свадьбы, чтобы обсудить все детали банкета. Они были восхищены организаторскими способностями женщины и ее способностью пригласить важных гостей. Александр выразил гордость и уважение к своей маме за то, что она смогла взять на себя такую ответственность. Все подготовки шли строго по плану, и теперь оставалось лишь ждать торжества. На свадьбе было весело и шумно, все гости были в восторге от угощений и развлечений. Почему именно в этот день решили прийти так много знаменитостей и важных персон, неизвестно. Может быть, это совпадение звезд, а может быть, просто не было других мероприятий. Никто заранее не знал, что произойдет. Александр и Регина были полны благодарности и радости. Они надеялись, что гости оставят им щедрый подарок, который поможет им приобрести жилье. Ольга Платоновна советовала им не планировать заранее, а просто наслаждаться моментом и выглядеть достойно на свадьбе. Все остальное она берет на себя. Александр и Регина, наслаждаясь романтической атмосферой в отеле, решили позвонить своей матери. Под впечатлением от брачной ночи, Александр, чувствуя себя весело, передал матери благодарность за все организационные моменты. Мама, это было потрясающе! Мы безмерно счастливы! Спасибо за все, ты у меня лучшая! Радостно воскликнул сын Александр, едва успевший осушить пару бокалов вина. Не стоит благодарности, дорогой! Я так рада, что вам понравилось! Я старалась для вас! Хочу, чтобы ваши воспоминания о свадьбе остались навсегда в вашем сердце! Мам, мы с Региной думаем, сколько подарков нам принесли на свадьбу вчера? Спросил Александр, уже начиная интересоваться деталями. Регина весело и хмельно кричала в трубку, требуя озвучить сумму. Она уже давно мечтала о квартире и собиралась сегодня поехать ее присмотреть. Не спешите, молодые, отдыхайте, уклончиво сказала Ольга Платоновна. Финансовые вопросы обсудим позже. Квартира Ольги Платоновной была маленькой и убогой, но она не теряла надежды на достойное жилье. Живя одна после развода, она мечтала о просторном и удобном жилище. Александр, несколько последних лет проживающий в арендованной квартире рядом с университетом и затем, недалеко от работы, никак не мог предположить, что его мама испытывает такое страдание. Она живет и живет, не обращая внимания на отца. Значит, у нее все в порядке. Он считал ее квартиру достаточно уютной и подходящей для одинокой женщины. Однако Ольга Платоновна, желавшая жить в самом современном доме, в престижном районе, не могла успокоиться. Она не считала себя достойной жить на окраине города в старой панельной пятиэтажном здании. Вечером молодожены решили отправиться в свадебное путешествие на неделю. Однако Ольга Платоновна, прежде чем они улетели, решила позвонить риэлтору. «Привет, Тимофей! Узнали новости?» «Я нашла недостающие деньги. Когда мы оформить покупку?» «Конечно, рад это слышать, Ольга Платоновна! Давайте встретимся завтра и сделаем это!» «Зачем откладывать такую приятную вещь?» «Согласны?» «Конечно, Тимофей!» «До завтра!» После возвращения из свадебного путешествия, молодые супруги были удивлены узнать, что Ольга Платоновна уже переехала в новую квартиру, которую она купила недавно. Александр не мог поверить, что его мама сделала. Он был в ярости, когда узнал, что деньги, которые они копили, были потрачены на новое жилье. Он обвинил маму в жадности и недобросовестности. Мать же отвечала, что делала все для блага детей, и без ее помощи они бы не получили такую большую сумму. Возмущенный Александр не мог понять, почему его мать посчитала себя правой, а его недовольство неправомерным. Александр возмущался, не понимая, какое значение имеет это. Он настаивал, что они хотели приобрести жилье для себя, а не для кого-то еще. Получается, она взяла половину конвертов на свадьбе, которые подарили эти влиятельные бизнесмены, просто присвоила себе и в деньги. Ольга Платоновна предложила им остаться жить в ее старой квартире. Она уверяла, что там им будет комфортно, особенно учитывая их молодость. Она предложила оформить квартиру на Эфиме уже завтра, чтобы они могли в будущем продать ее и купить что-то большее, когда у них появятся дети. Она считала, что все, о чем они мечтали, уже произошло, и текущие проблемы — лишь мелочи. Ей казалось, что сын забудет об этой неприятности, особенно учитывая, что она предоставляет им свою квартиру. По ее мнению, нет никаких проблем. Женщина, Ольга Платоновна, встретила привлекательного мужчину, который вскоре стал обитателем ее стильной и уютной квартиры, недавно отремонтированной и меблированной с любовью. Нормально она так провернула свадьбу сына и обогатилась за их счет, так как у нее еще деньги для жизни остались в районе полмиллиона рублей. Александр и Регина, живущие в небольшой старой квартире, имеют сложные отношения с матерью, которые до сих пор не прощают им того, что свадебные деньги были потрачены по-другому. А им досталась лишь малая часть, буквально впритык только на отпуск. Зато у мамы сейчас все отлично, просторная квартира с мебелью и панорамными окнами, в пол с красивым балконом и видом на город. Так иногда поступают хитрые люди, и ничего изменить нельзя. Наконец-то улыбнулась удача женщине, и она полна счастья. А что вы думаете по этому поводу и поступку Ольги Платоновной? Ситуация не из простых, изменить они никак точно не могут, так как больше половины людей на свадьбе они даже и не знали. Собственно, воскресенье заслуги Ольги Платоновной. Как-то удалось выйти на тех бизнесменов через своих хороших знакомых и организовать свадьбу. Непонятно, заслуженно ли она получила эти деньги? Пишите свое мнение в комментарии. Также небольшая просьба поставить лайк и подписаться на канал. Мирослава была детдомовской. Дмитрий вообще не обращал на это внимания. Невеста не имела родственников, на это не имело значения для его чувств. Он был влюблен в нее, она была для него удивительным человеком. Мать не хотела видеть его с такой женой. «Ты что, зачем тебе эта сирота? Она не сделает тебя счастливым», — говорила мать. «Позволь мне самому решать, кто сделает меня счастливым, мама», — отвечал ей Дмитрий. «Что за девушка?» «В мои времена ценили полненьких, а она как палка. Никаких форм», — усмехалась мама. «У нее ведь только убогая квартирка, и больше ничего», — продолжала женщина, не обращая внимания на слова сына Дмитрия, который собирался к невесте. «Когда ты за отца выходила, что у тебя была мама?» — спросил сын, остановившись и внимательно посмотрев в глаза матери. Она уже не слышала его, бурчала что-то себе под нос. Она не могла вынести Мирославу. Может быть, ей не нравилось, что у нее не было ничего за душой. В ваше время другие ценности были в приоритете. Сейчас модно быть худобой. Мать, поглощенная деньгами, не останавливалась ни перед чем. Она редко работала, несмотря на отсутствие отца в семье. Ее заместитель в фирме был ответственен за все дела. Галина несколько раз навещала его, доверяя ему. Трофим и Галина уже давно встречались, начиная еще до гибели ее мужа. Трофим, конечно, поддерживал ее в бизнесе. Сын не выслушал до конца разговор с матерью, надев шапку и покинув дом. Дмитрий был безразличен к маминой навязчивости. «Она привыкнет к моей будущей супруге», — думал парень. Он обратил внимание на Мирославу. Ее спокойствие и мудрость привлекли его. Она всегда готова помочь и дать добрый совет. В отличие от подруг Дмитрия, Мирослава была искренней. Он чувствовал себя комфортно в ее обществе, без необходимости играть роль. Дмитрий не хотел иметь дело с лицемерием и пафосом других, поэтому, решив, что его мать не одобрит его свадьбу, он женился на Мирославе тайно. В дождливый майский день они поженились в присутствии небольшой группы друзей. В ресторане Дмитрий и Мирослава отметили свое важное событие, радуясь, что им больше никто не нужен был. Дмитрий не обращал внимания на то, что невеста не выбрала роскошное свадебное платье, а у него самый обычный костюм. Он думал об Мирославе и о своем будущем, волнуясь только о том, как сделать их счастливыми. Мать, узнав о тайной свадьбе сына, в ярости выразила свое негодование, утверждая, что так не положено. Она беспокоилась о репутации семьи и о том, что люди начнут говорить за ее спиной. Дмитрий был бы равнодушен к ее словам, если бы не нуждался в срочных документах по работе в тот же день. Дмитрий решил изменить свою жизнь и переехать к жене в скромную квартиру, оставив в своем роскошном особняке все свои вещи. В квартире были только самые необходимые предметы — зеркало, поломанный шкаф, простая кровать и маленький стол. Дмитрий даже не нашел места для своего портфеля и приходилось ставить его на пол. Но вечером он радостно возвращался к своей улыбающейся жене, которая готовила румяные пирожки и тепло встречала его после долгого рабочего дня. Мирослава была готова выслушать его и поддержать, что раньше он не получал даже от своей собственной матери. Не подавался Дмитрий маминой ярости. Он вышел из дома, молча собрав документы. Забыла мать, как сама пришла к его отцу, в чем есть и с одним пакетом. Мать продолжала кричать вдогонку, назвав невестку нищебродкой. Галина Васильевна была вне себя от ярости. Бабушка воспитала Галину. Она сама приходила к отцу Дмитрия, как будто была приклеена к нему. Не упустить такую значимую птицу было для нее невозможно. Этот мужчина хорошо зарабатывал. Вскоре у него из женщины родился сын по имени Дмитрий. Правда, муж не подозревал, что Галина обходится с ним нечестно и встречается с заместителем за его спиной. Зато сын Дмитрий все это знал. Тогда он был еще маленьким. Мать ушла гулять с ним. Они пошли в цирк, и во время выступления клоунов мать сидела рядом с незнакомцем, держа его за руку. Позже мать Галина просила сына ничего не рассказывать своему отцу. Когда Дмитрий стал подростком, он ощутил недовольство из-за скоропостижной гибели своего отца, который не успел услышать его рассказ о поведении матери. Мать, забыв о потере, быстро нашла себе нового спутника жизни, и Дмитрий почувствовал себя еще более изолированным. Иногда он задумывался о том, как было бы хорошо иметь брата или сестру. Мама призналась, что не могла терпеть его с самого начала, искренне сказала это, вернувшись из больницы. Жена Мирослава вспомнила сложные времена своего прошлого. Детство в детском доме было для нее испытанием. Ей приходилось убегать от пьяной матери и прятаться в гараже, где было темно. Соседи знали о проблемах семьи, но надеялись, что мать успокоится. Однако Тамара продолжала углубляться в алкогольный пучок, не обращая внимания на дочь Мирославу. Дмитрий помнил только момент, когда она уже была беременной, и как ее отец ждал появления внучки. Мирослава решила пойти учиться в институт осенью, временно оставив работу. Дмитрий поддерживал ее финансово, и им хватало средств. Иногда девушка наведывалась в ресторан, чтобы навестить своих подруг-студенток. В деревне распространялась история о том, как Тамара, мать Мирославы, оставленная своим возлюбленным, вдруг узнала о своей беременности и решила изменить свою жизнь. Она перестала тратить деньги на мелочи и даже начала делать самодельные алкогольные напитки. Местные старушки на лавочке шептали о том, что Тамара не стесняется своей беременной дочери, которая скоро родит. Они удивлялись, как женщина может быть так равнодушна к тому, хочет ли ее дочь есть или нет. Мирослава была огорчена тем, что мама не проявляла заботу к ней, даже несмотря на то, что скоро у них появится маленький ребенок в семье. Благодаря добрым соседям, которые кормили девочку, ей удалось выжить в этой нелегкой ситуации. Мама постоянно тратила все на выпивку. Скрывая еду от Мирославы, однажды девочка случайно зашла на кухню и увидела, как у матери были несколько кусков колбасы в руках. «Мама, а можно мне хоть немного колбасы?» попросила дочь Мирослава, сложив ладони. «Уйди отсюда!» — закричала на нее мать и шлепнула. Девочка, заплакав, убежала на улицу, чтобы поговорить со своей куклой. Дядя Игорь уже давно ушел, а мама лежала неподвижно на кровати, когда Мирослава вернулась домой от соседей утром. Девочка пыталась разбудить ее, но безуспешно. Прикоснувшись к ее животу, она спросила, как дела у ее братика. Потом девочка нашла мамин кулон рядом с подушкой и спрятала его в карман своего костюмчика. Она, обнимая свою куклу, плакала, вспоминая, как они снова легли голодными спать, в то время как мама и дядя Игорь ели колбасу и танцевали, не обращая на нее внимания. После отъезда мама в неизвестном направлении, через несколько дней она вернулась. Женщина не смогла пережить очередное застолье и потеряла ребенка. Мирослава скорбно шла за соседями в похоронной процессии, пытаясь сдержать свои слезы. На следующий день работники органов опеки явились и забрали ее. Девочка не успела ничего с собой взять, кроме кулона и куклы. Так Мирослава оказалась в детском доме, где происходили различные трудности. Нянечки выражали недовольство, соседские девочки пытались отнять у нее игрушки, а еда была плохой. Несмотря на все это, Мирослава стремилась к знаниям. Она сразу стала отличницей с первого класса и продолжала учиться. Однако не смогла поступить в высшее учебное заведение, закончив лишь техникум. Изначально подруги неодобрительно отнеслись к Дмитрию, считая его неподходящим для Мирославы из-за социального статуса. Однако, увидев его серьезные намерения, они отстали. Веселым и одновременно серьезным человеком Дмитрий показался девушке с самого начала. Не всегда статус разделяет людей. Появившись на ужине у матери Дмитрия, Мирослава поняла, что ей не понравилось в качестве потенциальной невестки. Это вызвало некоторое недовольство. Тем не менее, избранник заверил ее в своей преданности. Хотя мать все еще вызывала у девушки опасения. Кто знает, что она задумала. Октябрьский денек озарял двор, когда Мирослава торопилась к институту. Внезапно женский голос крикнул ее. «Эй, Мирослава, подойди сюда!» Она повернулась и увидела свекровь. «Чего вам от меня нужно?» Удивленно спросила девушка Мирослава. «Мой сын не нуждается в тебе», — заявила свекровь нахальным тоном, протягивая фотографию. «Это Дарья, подруга моего сына Дмитрия. Держись от него подальше». Мирослава вернулась домой после занятий, потрясенная разговором со свекровью. Вечером она высказала претензии мужу. Однажды, когда Дмитрий был на работе, а Мирослава дома, в дверь постучали. Домохозяйка была занята приготовлением ужина, когда незнакомая посетительница вошла в квартиру. Она с уверенностью оглядела комнату и выразила пренебрежение взглядом. Мирослава попыталась приветствовать ее, но слова застряли в горле. Муж вернулся на следующий день, увидев фотографию, смеялся, утверждая, что это монтаж. Он ничего не знал об этой девушке, но Мирослава все равно стала сомневаться в его словах. Прозвучала хмуро, когда незнакомка засмеялась. Мирослава поняла, что перед ней та самая Дарья с фотографией. Она выразила свое недовольство условиями проживания Дмитрия. Слишком тесно, сказала она. И вдруг, кто это? Своим длинным красным ногтем она указала на Мирославу, заставив ее испугаться. Ты его жена? Смотря в глаза, засмеялась Дарья. Ты не похожа на тех, кто ему подходит. Простушка-нищебродка. Мирослава стояла в замешательстве, наблюдая за неожиданно появившейся гостей. Та шагала по комнатам в грязной обуви. Мирослава, устав от бессонных ночей, решительно закрыла дверь за собой, оставив Дмитрия в полной непонимании. Звучало лишь его удивление. Что случилось? Ты такая странная сегодня. Тогда Мирослава, лишенная своего обычного веселья, рассказала ему об ужасном визите Дарьи. Дмитрий, встрепенувшись, обнял ее, утешая. Не волнуйся, это просто нелепая шутка моей матери. У меня нет никакой Дарьи, только ты. Следующие часы Мирослава провела в слезах, но Дмитрий вернулся и в гармонии восстановилась. Подушка, пропитанная ее слезами, стала свидетельством ее беспокойства. На экране мобильного телефона загорелся незнакомый номер, к которому Дмитрий подошел и ответил. Да, алло? Дмитрий, раздался пронзительный женский голос. Я пришла к тебе. На тебя не было дома. Сейчас стою у твоего дома. Могу зайти. Кто это? Мирослава, находившаяся рядом, услышала разговор мужа с незнакомкой. Не уверен, возмутился Дмитрий. Но наверняка это чей-то коварный план. Сказав это, парень метнулся в подъезд, за ним бросилась Мирослава. Через минуту она пожалела о своем поспешном решении. У входа стояла Дарья, видимо, ожидая ее мужа. На лице Мирославы мелькнула печаль. Вернувшись в квартиру, она расплакалась. Казалось, ее счастливая жизнь рушилась на глазах. По прошествии двадцати минут Дмитрий вернулся. Его нервное поведение говорило о чем-то важном. Подойдя к своей жене, он начал успокаивать ее. Эта девушка мне незнакома, и я не хочу знать ее. Ты мое все, верь мне, любимая. Семейная пара помирилась, и Дарья, о которой они ничего не знали, перестала быть причиной беспокойства. Чтобы избавиться от напряга, Дмитрий удалил ее контакт из своего телефона. Время шло. Мирославе удалось достичь успеха. Она вернулась в ресторан, где работала, но уже не в роли официантки. Теперь она была шеф-поваром, а позже ее назначили управляющей. Восемь лет назад Дмитрий и Мирослава поженились. С тех пор они прожили много разных моментов. Теперь они не живут в старой маленькой квартире, вместо этого у них есть просторное и уютное жилище в городе. Дмитрий работает на фирме своего погибшего отца и зарабатывает достаточно. Подходит время годовщины, и они планируют отметить ее в ресторане. Май в этом году оказался особенно ярким. Села улицы веет аромат цветущих фруктовых деревьев, тюльпанов и других ярких красок. У супругов много новых идей на будущее, и они с нетерпением ждут, что же еще им приготовит судьба. Галина Васильевна продолжала играть в свои манипуляции с Егором, который был ее заместителем. Она проживала в одиночестве в усадьбе, полученной от мужа. Ее интересовали лишь деньги и собственное благополучие. Она по-прежнему высказывала сыну свое неодобрение по поводу невестки Мирославы. Иногда она посещала его на работе, чтобы подкинуть Дмитрию информации о его жене. Ему иногда приходилось вызывать охрану и выгонять мать, так как она мешала ему работать. «Мама может, хватит уже болтать плохо об Мирославе», возмущался Дмитрий. В ресторане царил веселый ажиотаж. Светились яркие огни, столы были украшены тканями разных оттенков и изысканными блюдами. Мирослава устроила настоящий праздник, где гости смогли насладиться лучшими блюдами и атмосферой радости. Место для подарков было нарядно оформлено, не хуже, чем сцена с блестящей мишурой и цветами. Ведущий развлекал гостей, создавая атмосферу веселья и праздника. Мирослава и ее супруг занимали самое почетное место, приковывая внимание всех присутствующих. Невестка была приятно удивлена таким вниманием и заботой, которой оказала ей свекровь. Перед торжеством, Мирослава решила обновить свой образ в салоне красоты. В ее лучшем платье, купленном специально для этого случая, она прибыла на мероприятие. Дмитрий также не остался в стороне, выглядя в своем дорогом костюме. У входа в ресторан скопилось огромное количество автомобилей, создавая впечатление роскоши и богатого мероприятия. Все приглашенные гости выглядели превосходно. Когда началась вечеринка, незаметно для всех посетителей вошли Галина Васильевна и ее спутник Егор. Они пришли поздравить молодоженов с годовщиной свадьбы и приятно удивили всех своим неожиданным появлением. Никто не мог догадаться о том, что задумала свекровь Мирославы. Подходя к микрофону для торжественной речи, Галина Васильевна приветствовала всех присутствующих с радостью и теплотой. Слова звучали грубо и прямо. Внезапно лицо Мирославу озарила улыбка. Она внезапно встала с места. Казалось, что в этот момент она поняла их настоящие намерения. Галина Васильевна начала высказывать свои мысли и замыслы, привлекая внимание всех присутствующих. Она рассказала о своих планах и желаниях, не скрывая своего восхищения. Гости были поражены и в недоумении. Дмитрий и Мирослава бросились к ней, а за ними быстро последовал Егор. В комнате воцарилось напряжение. Люди начали тихо переговариваться и обмениваться взглядами. Егор взглянул на невестку Галины Васильевны, и его лицо потеряло цвет. Мужчина был поражен, увидев кулон на шее девушки. Мирослава, улыбаясь, позволила ему снять украшения. «Это мамин подарок», — ответила она на его вопрос о происхождении кулона. Непонимающе посмотрев на гравировку с именем Тамара и датой рождения, он признался, что когда-то дарил такой кулон Тамаре. Внезапно Мирослава раскрыла трагическую историю. Ее мать ушла из жизни после расставания с Трофимом, не сохранив своего ребенка. «Вы когда-нибудь встречались с моей мамой?» — спросила она, взяв кулон обратно. Мужчина был ошеломлен этим откровением и понял, что недопонимание с кулоном стало лишь малой частью тяжелого прошлого Мирославы. Во время выступления свекрови и Егора гости вдруг начали аплодировать стоя, восхищенные необычной историей. Этот момент оказался наиболее ярким и запоминающимся вечером. Затем на сцену вышла Дарья и рассказала свою историю о том, как ее, совсем маленькую, оставила Галина Васильевна в роддоме. Дмитрий воскликнул, узнав, что она жива. «Так значит, ты моя сестра?» Мать говорила нечто совсем другое. Галина Васильевна заплатила Дарье крупную сумму за то, чтобы разрушить отношения между молодыми. Она призналась, что их настоящий отец — Трофим, и они с Дмитрием являются сводными братом и сестрой. Ее забрали из роддома приемные родители, но Галина Васильевна нашла их. Позже она пожалела о своих действиях и, встретив взрослую дочь, призналась, что она ее настоящая мать. Неприметный уход свекрови из ресторана вызвал удивление. Глубокий стыд овладел Мирославой, когда выяснилось, что все ее разговоры о невестке стали обратной палпой. Участники праздника вдруг узнали, что мать Дмитрия пришла из сельской глубинки, что сама невестка Галина Васильевна была сиротой. Вечер продолжался весело и беззаботно. Прощаясь, Мирослава почувствовала странное недомогание. «Любимая, ты чувствуешь себя хорошо?» — обеспокоенно спросил муж. «О, я уверена, что у нас будет ребенок», — улыбнулась жена. «Весь день я ем только соленое». Сестра Дарья весело засмеялась и подняла бокал, оставшийся на столе. «Будет совсем другая атмосфера на этом празднике. Давайте поднимем бокалы за вашего предстоящего ребенка, мои родные». Егор и Дмитрий быстро поддержали этот тост. Вскоре у них родился ребенок, а сестра Дарья подружилась с Мирославой и поддерживает общение со сводным братом Дмитрием. Галина Васильевна так и живет отдельно сама по себе, ей также важны лишь только деньги и бизнес, она даже не интересовалась внуком. А что думаете вы по поводу этой истории и как в целом вам поведение свекрови? Быть может, ей есть какие оправдания? Пишите свое мнение в комментарии. Также небольшая просьба поставить лайк и подписаться на канал.